За мир труд, май за мир без нацизма. С такими лозунгами участники Всероссийского автопробега Федерации независимых профсоюзов России из Самарской области в торжественной обстановке отправились в Волгоград. Первой точкой в пути станет Нижний Новгород. Там колонна присоединится к участникам пробега со всего Приволжского федерального округа. Следующий пункт – Москва. На Красной площади машины примут участие в профсоюзном шествии. В день победы 9 мая колонна прибудет в Волгоград на митинг-концерт, который пройдет на Мамаевом кургане. Вице-губернатор Виктор Кудряшов назвал акцию грандиозной, пожелал удачи участникам и достойно представить наш регион. Я хочу поблагодарить Федерацию профсоюзов России за эту акцию в поддержку вооруженных сил, поддержка в их правом деле, поддержка президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я хочу пожелать нашим ребятам, чтобы они вернулись домой целыми, невредимыми и, конечно же, с победой. Всего в пробеге примет участие более 150 автомобилей со всей страны от Владивостока до Волгограда. Самарскую область представляют шесть машин. К ним присоединились еще три из Оренбурга. Участников движения поблагодарила глава города Елена Лапушкина. Она отметила, что сохранение единства страны в текущей ситуации особенно важно. Мы помним имена и подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Мы сохраняем память о них и передаем эту память из поколения в поколение. Именно на их примерах воспитаны наши ребята, которые сейчас защищают в том числе и нас, нашу страну. Я хочу пожелать всем участникам автопоробега легкой дороги, конечно, единения им. Знать, что вы делаете правое дело. Спасибо вам огромное за это. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Федерации профсоюзов области Дмитрий Колесников. Он отметил, что профсоюзное движение направлено не только на защиту социально-трудовых прав, но и на объединение людей. Я приветствую вас всех. Желаю вам всего самого наилучшего. А участникам пробега достойно представить высокое звание Самарской области. В память о погибших защитниках Отечества прошла торжественная церемония возложения цветов и венков к вечному огню горельефа скорбящей матери Родине. Максим Магомедов, Константин Головин. События.